МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Которая творит чудеса, вот, но иногда в индустрии красоты случаются, ну, некие казусы. Дело в том, что иногда дизайнеры или креативные люди предлагают какие-то такие тренды, которые, ну, просто на голову не натянешь, как сапог. Так вот, о таких трендах мы сейчас и поговорим. ТОП-5 самых жестких трендов моды всех времен и народов. Итак, первый тренд – маникюр шерстью. Первый трэш, ты хотел сказать. Трэш. Маникюр шерстью придумала эта замечательная девушка Жан Арнольд. Это не Арнольд Шварснеггер, а Жан Арнольд. Не Арнольд. Арнольд, Арнольд, ну, не знаю, как это назвать. Она к маникюру просто придумала цеплять мех, и ты ходишь просто с волосатыми пальцами. Ничего странного, все нормально. Вот так вот прикольненько, интересненько, живенько. Дело в том, что она занимается производством лака для ногтей. И, видимо, ей стало скучно, либо когда она красила ногти, попала ворса. Знаете, всем девушкам это знакомо, когда ворсинка попадает. И она такая, хм, лень убирать, пускай будет модно. Ей, ногти с шерстью. Итак, у нас следующий трэш это использование плампера для губ. Кого-кого плампера? Мы знаем, что в Инстаграм очень популярны девушки с такими губками. И не только в Инстаграме. Ой, вот, да, вот эта вот красненькая штучечка называется плампер для губ. Это просто обыкновенная присоска, но на самом деле просто колпачок или рюмочка. Как она работает? Вот в эту рюмочку засовываешь свои губики вот такой вот удочкой и просто высасываешь воздух. После того, как твои губы побудут в этой рюмочке, ну, минут так пять, они у тебя разбухнут просто невероятно. Потому что, ну, сами понимаете, это естественный процесс. Ну, главное, что-то ненадолго, кстати. Если ходить всегда с такими губами, по-моему, могут недопонять нас. Все тебе подарят от плампера, если честно. Вот, так, продолжаем. На третьем месте... Я еще не все сказала. Я внимательно тебя слушаю. Я готов тебя слушать всю вечность. Спасибо, дорогой. Дело в том, что все мы знаем, что инъекции гиалуроновой кислоты, они как бы чуть-чуть более вредны, чем плампер для губ, но тем не менее, будьте осторожны, потому что синяки и кровопотеки обеспечены тем, кто постоянно им пользуется. И на третьем месте брежневские брови. В 2016 году вышли из моды какие-то тоненькие, аккуратненькие, да, брови, как у тебя, Таня. Сейчас уже модно... Ну, вышла из моды, подожди. Ну, извини. Ну, все, ты уже не модно. Модно вот такие красивые, огромные брежневские брови. Причем даже можно прийти в парикмахерскую и даже могут тебе расчесать или даже нарастить. Я чувствую, в следующем году уже будет модно какая-то хрущевская лысина или сталинские усы. Я не знаю, Влад, что ты там говоришь вообще, но мои брови в моде, понятно? Это у тебя, а не модно. И губы... Не, я же не спорю. Я больше за такую моду, как у тебя, честно. Мне твои брови больше не нравятся. Спасибо. Так вот, продолжаем дальше. Дело в том, что сейчас... Ну, не так уже популярно, как когда-то, но трэш был в 1874 году, потому что именно тогда корсеты были очень модны. Все мы помним, как маленькая талия получалась из-за того, что очень сильно затягивали корсет. В результате чего деформировались внутренние органы, и женщины часто умирали. И часто эти деформации были, ну, как бы невозможно было все вернуть назад. Ну, кстати, ну, зачем просто надевать эти корсеты, если можно просто похудеть или следить за своим питанием? Или удалить ребра, да? Или удалить ребра, ну, это я люблю. Это уже по-другому как-то называется, да. Не надо это. Так вот, был опубликован даже список из 97 болезней, которые вызываются посредством ношения корсета. И когда-то... Смотри, мужчина носит корсет. Мужики, что вы делаете-то, а? 42-летняя мать шестерых детей Мэри Хеллидэй неожиданно скончалась в результате припадка. Как позже выяснилось, сообщение в газете Нью-Йорк Таймс. В ходе вскрытого тела в сердце были обнаружены два остальных элемента корсета. За счет носки они просто истончились до толщины лезвия и просто вот таким образом вошли в ее тело. Они поразили сердце. В общем, корсеты это вредно, это красиво, но мало кто-то. Таник, я не вижу здесь никакой красоты. Вот посмотри, пожалуйста, вот. Ты настоящий ценитель мужской красоты. Ты хочешь сказать, что это красиво? Нет, на мужчинах это смотрится некрасиво. Но есть еще более трэшовый тренд, о котором сейчас рассказывается Влад. Да, называется перекраивание тела. Потому что мне очень сложно об этом говорить. И вообще противно и отвратительно. А я мужик, я это вытерплю. Это не модно на самом деле. Это не модно. Никогда так не сделайте. Ну сейчас все поймут, все поймут, почему это не модно. Перекраивание тела. Люди добровольно себе режут языки. Многие видели, даже в социальных сетях, видно, как люди хотели, чтобы у них язык был похож, как у змеи. Люди себе там резали губы, уши, все остальное. Вставляли там какие-то диски, лопрога себе специально делали. Или тоннели огромные, вот такие вот. Этого не надо делать. Это совсем не модно. И дошло до того, что люди начали себе специально ампутировать конечности. Конечно же, любая нормальная клиника или больница откажется вам ампутировать конечности. И дошло до того, что даже в социальных сетях, на ютубе тебе могут рассказать, как это все сделать. Дорогие друзья, ни в коем случае не повторяйте этого. И поверьте, это абсолютно не модно. Мне нравятся девушки, у которых много конечностей, и которые специально себе этого не делают. Вот это все части делали. Аналогично мужчину, у которого все на месте. Спасибо. Да, и с вами.